Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Согласно недавнему опросу Левада-Центра, 29% россиян назвали Россию европейской страной. 64% считают, что это не так. Если сравнивать с 2008 годом, тогда Россию считали Европой 52%, а 36% думали иначе. Результаты опроса однозначно говорят о движении России в сторону от Евросоюза. Возросший изоляционизм и антизападная пропаганда становятся одной из главных практик российских властей. Внешняя политика — это далекая область для многих россиян, а узнают о ней исключительно из средств массовой информации. Сегодня люди больше ассоциируют себя со своим регионом, например, москвичи или жители Дальнего Востока. Официальная власть в России заявляет, что вся инфраструктура отношений с Евросоюзом уничтожена односторонними решениями Брюсселя. Скорее всего, такие заявления со стороны министра иностранных дел России, транслируемые СМИ, и находят отражение в вопросах. Отношения России и Евросоюза ухудшаются на протяжении последних семи лет и сейчас находятся в глубоком кризисе. Этому поспособствовали и украинский кризис, и скандалы вокруг вмешательства в выборы, отравление Скрипалей, позиция по событиям в Беларуси, санкции, а теперь еще и дело Навального. Тем не менее, сотрудничество по важнейшим международно-политическим проблемам и избирательное экономическое остается. Какие сценарии отношений ожидают Россию и Евросоюз, и в чем глубинные причины перелома? Абсолютаем это с Львом Гудковым, директором Левада-центра. Добрый день. Добрый день. И Александром Тевдоем-Бурмули, доцентом кафедры интеграционных процессов МГИМО. Добрый день, Александр. Добрый день. Ну, Леонид Дмитриевич, к вам первый вопрос. Отвечайте за цифры. Да. Честно говоря, вы знаете, понимаешь, в общем, все, что происходит. Я понимаю тот контекст, в котором мы живем. Ну, цифры шокировали по отношению с 2008 года. То есть, условно, почти в два раза больше людей считают, что Россия не Европа, и в два раза меньше считают, что Россия Европа. Причем, сразу вот хочу, чтобы вы сказали, молодые. То есть, как я понимаю, наиболее проевропейские люди 55+. А вот те, которые 2018-39, 70% говорят, что Россия не Европейская страна. Это довольно, это очень интересное и довольно сложное явление вообще говоря. Вот разотождествление с Европой, это колеблющийся процесс. Если брать за все 30 лет наших вот замеров, то в момент распада СССР, конечно, была сильнейшая интенция, ориентация на интеграцию с Европой. Тогда 60% надеялись, что мы когда-нибудь станем членом европейского сообщества. 40-45% считали, надо бы интегрироваться, присоединиться к НАТО и так далее. То есть, это виделось как единственная возможность. Я напомню вам лозунг перестройки, иного не дано и так далее. Все проблемы были связаны именно с длительным существованием советской системы, которая, по мнению россиян, привела к деградации, к краху. Тогда, я помню, что очень популярны были распространены такие садомазохистские реакции населения. Мы хуже всех, мы нация рабов, мы верхние вольты с ракетами, мы пример, как не надо жить и так далее. И отсюда, естественным образом, возникала интенция на западном развитии, как присоединение. Россия должна встать на общем мировой пути. Присоединиться к сообществу цивилизованных стран. Сейчас бы, конечно, в постколониальном контексте это звучало бы не очень хорошо. Это понятная вещь, потому что Запад всегда воспринимался как некоторый утопин того, чего люди хотели бы у себя. Это благосостояние, это прав человека, правовой защищенности, демократии, свободы, все, что хотите. То, чего отсутствовало у нас самих. Это, в общем, одна из важнейших частей русского национального самосознания. Ну, тогдашние даты, те чувства 30-ти, даже 20-ти лет недавности объяснены. Дальше она размывалась. К концу 90-х годов возникло негативное отношение под влиянием пропаганды, что вся перестройка подкоммунистической пропаганды, что это заговор против России с целью разрушить Советский Союз и прочее. С приходом Путина на этот рессентимент уже накладывалась вполне такая сознательная пропаганда. И примерно к 2006 году разотождествление было уже совершенно отчетливое. Но смотрите, все-таки с 2008 годом мы сравниваем, по 2008 году мы сравниваем. Вот что интересно. Это очень важно, что с 52-х до 29-ти процентов, которые считают, что... Ощущение себя с Европой... Да, в 2008 году 52% говорили, что Европа... Совершенно точно. Это был пик такого благосостояния. Это до кризиса, видимо. Именно до крейса. Вообще говоря, это даже 2007-й, там более высокие цифры. После этого и после Мюнхеновской речи Путина был взят курс на конфронтацию с Западом. И это постепенно нарастало и усиливалось. У кого это сохранилось? У людей старшего возраста, которые привыкли, как в советское время... Которые видели перестройку. Видели перестройку, которые все-таки считали, что путь России, модернизация и присоединение к Европе, к Западу, это единственный возможный путь благосостояния. Да, это окно в Европу, как тогда фильм снимался. А у молодых, опять-таки здесь очень... Если мы по группам смотрим, по типам поселения, то довольно резкое расслоение. Потому что в Москве, конечно, 47% москвичей считают, что мы европейцы и относят себя к европейцам. А в селе, конечно, это в провинции, это все уменьшается. Когда мы проводим фокус-группы, там какой-нибудь в Череповце, допустим, он говорит, ну какой Череповец или Вологда, Урюпинск, Европа? Мы, это Россия, со своими комплексами, бедностью, нищетой и причиной. Но, с другой стороны, Петрозаводский, например, уже, наверное, скажет, что Европа. Как вы считаете? Трудно сказать, не обязательно. Но в Калининграде-то понятно, я думаю. Комплексы неполноценности и изоляционизма сейчас нарастают. И это желание закрыться, вот это вот сознание, давящее, угнетающее сознание, что мы в кризис безнадежным. Потому что, ну, уже 10 лет, когда доходы не растут, ощущение стагнации, бесперспективности, оно нарастает. Но выход из этого, вот я хочу сейчас спросить Александра, почему-то выход из этого кризиса и состояния угнетенности, он является антиевропейским. Это что, это наведенная, это пропаганда, это какая-то вот эта вот изначальная структура российской идентичности, где Европа видится как другой, как большой другой? Ну, Европа действительно всегда виделась, по крайней мере, с тех времен, когда вообще появляется Россия как актор, имеющий слово, да? То есть это, условно, 15-16 век, да? Конечно, она выглядела другим, не чужим, может быть, да, но другим, как и для стержневой ядерной Европы и Россия, Московия, как бы ни называли они, она тоже выглядела другим, чужим даже иногда, да, в общем, и с точки зрения геополитической, и с точки зрения социокультурной, что абсолютно соответствует... Ну да, вот как у Ивера Нуема название этой книжки, Россия как конституирующая другой Европой, вместе с Турцией, да? Россия и Турцией формировали Европу. Да, там еще Крым, до тех пор, пока Крым, так сказать, не присоединили. Три чужих, три европейских чужих. Это Московия, Россия, это Крым, это Турция, да. Но, во-первых, я бы, конечно, не очень согласился с тем, что выход из этого кризиса, да, это действительно некий фрустрирующий кризис, видится именно на почве антизападничества, потому что, во-первых, это осциллирует, да. То есть мы периодически проходим через эти фазы восприятия себя как чужака для Европы. Иногда это фазы торжествующие, иногда это фазы как бы фрустрированные очень. При Николае вообще-то было то же самое. Если вы посмотрите, что писал Погодин, он писал, европейский век России закончился. Если вы почитаете сейчас Сергея Александровича Караганова, европейский век России закончился. 170 лет прошло, европейский век России периодически кончается. Понимаете? И это норма. Это норма для России как субъекта, да, как и социума, и с точки зрения геополитических параметров, да, ей, так сказать, свойственно вот так вот себя вести. Но я бы, я, честно говоря, не вижу вот именно подтверждения этого тейса вашего, Сергей, что как бы кризис, выход из кризиса видится на пути антизападничества. Скорее, никакого выхода не видится. И это понятно, потому что, в общем, население, как бы оно рационально что-то не пыталось формулировать, так сказать, подспудно, оно понимает, что проблема не в том, куда мы пойдем, к Китаю или к Европе. А проблема в том, что мы ни к Китаю, ни к Европе не можем пойти. И никто нас не спасет, ни те, ни эти. От Китая мы далеки, европейцы для нас будут всегда другим с большой буквы, хотя мы тоже являемся частью Европы. И в этом смысле, кстати говоря, всегда очень показательно смотреть на результаты вопросов, потому что, если задаются вопросы, ну, ведущему, узнать лучше меня, есть совершенно разные параметры ответа на вопрос, как мы относимся к Западу, как мы относимся к Европе и как мы относимся к ЕС. Да, и вот, да, определенные моменты, по крайней мере, к Западу относились в этой тройке хуже всего, поскольку Запад включал себе Штаты, к ЕС относились чуть лучше, а к Европе относились еще лучше, поскольку россияне, отвечающие респондентам, в общем, считали, что они являются частью таковой. И сейчас, кстати говоря, я вот как раз вспоминаю последние опросы ваши, они, по-моему, мартовские, относительно отношения, прошу прощения, с одной к ЕС, да, и там порядка 45-47 процентов, если я не ошибаюсь, респондентов дают позитивный вопрос об отношении к ЕС. Это при том, что 27, да, вы сказали, 27 говорят, что мы не европейцы. И в этом смысле есть некое интересное, драматическое... 29 считают, что европейцы, а 64 не европейцы. Ну, вот, тем не менее, получается, 29 считают, что мы европейцы, а к Европе, к ЕС, именно к Европе, к ЕС, без России, если это на Европе, относится гораздо больше, чем 27. Интересно, Алия Дмитриевич, есть такая дифференциация? Да, конечно, и позитивное отношение к ЕС растет, начиная с 2018 года. Потому что, кальция расценивается немножко. Накопилась усталость после крымской мобилизации, пенсионная реформа вызвала резкое неприятие, ее возмущение, чувство оскорбленности и обманутости. И все пропагандистские штабы на этот момент начали слабеть. И восстанавливалось позитивное отношение к ЕС, к Соединенным Штатам. В меньшей степени к ЕС больше, там не только 45-47, но там почти к половине. А что тогда вкладывалось в этот опрос, как респонденты отвечали, что значит европейская, неевропейская страна? Это же не вопрос институциональной принадлежности, это, видимо, вопрос ценностей каких-то. Конечно. Я говорю, что представление о Европе, оно принципиально амбивалентное. Это, с той стороны, ориентир, и вообще говоря, очень важный компонент модернационных представлений. Дороги лучше, как в Европе, машина, чтобы как Мерседес. Но вот этого гей-гей-гей-гей-гей-гей-гей-гей-гей-гей-гей-гей-гей-гей-гей-гей-гей. А с другой стороны, опять-таки, сантиментное сознание, что мы никогда не можем стать частью Европы. Мы отсталые, бедные и так далее. И возникает защитный компонент. У нас особый путь, у нас особая цивилизация. И лучше закрыться от этого. И периодически действительно делается акцент то на том, то на другом компоненте представлений. Это очень важно. Вы упоминали Николая. Я очень помню период Николая. Я помню, что там возникал такой мотив, особенно ощутимый среди литературных критиков. Нам надо преодолеть ослепление перед Западом. Это чрезвычайно характерно было, как реакция на Карамзинское, что Европа – это, по-моему, собирательное название всех сокровищ ума и богатств человеческих. Что-то в этом роде. Поэтому в момент кризиса такого политического или геополитического военных поражений всегда начинается обратный разворот. И чем мы сегодня просто находимся в фазе такого резкого усиления консервативного… Это рессентиментное, это именно такое апофатическое сознание. Мы не Европа, но люди не говорят, кто мы. То есть очевидно, что мы не Азия. Или под этим имплицитно имеется в виду, что мы такая особая цивилизация со своим путем, которая, значит, покажет всему миру. Особый путь – это выбирается как главный вариант для России. Но пустота этого понятия, она говорит о том, что это чисто изоляционная, чисто защитная реакция психологическая. Не надо мне, не хочу я больше этого слушать. С одной стороны, это пустота, с другой стороны, мы видим, что именно в те эпохи, когда власти, элите удавалось создать некий относительно работающий и привлекательный универсалистский проект, замечу, всегда универсалистский. В России проходят только универсалистские проекты. Проекты узконациональные, которые, в принципе, естественны на стадии модернизации общества. В конце концов, пора создать нашим стейт. Но Россия, как бы до этой стадии ничего не дошла, это абортированное такое нашим стейт. И у нас в качестве замены национальной идеи, которая бы дала как раз ответ на вопрос, а кто мы, и мы бы перестали, мы как общество, перестали бы мучиться на протяжении поколений, как уже перестали мучиться итальянцы, французы, немцы и многие другие, и болгары. Значит, у нас взамен этого есть некий проект универсалистский, который до поры и до времени, будучи работающим, он обеспечивает отсутствие вот этого болезненности в этом вопросе. Где мы и где Европа. Мы всегда будем считать себя чуть-чуть, так сказать, вне ее, но когда у нас есть теория Третьего Рима, когда у нас есть идея пролетарской революции мировой и так далее, мы комфортно себя чувствуем как собственное. То есть, словно говоря, украинского отношения к Европе в России не будет никогда. Никогда не говори никогда. Признание своей, так сказать, периферийности, некого внешнего центра тяготения, и что мы пытаемся ориентироваться. Ну, несложно говорить за российское общество в целом, но в целом, конечно, ощущение периферийности, иной периферийности крайне значимой для Европы, для российского интеллектуала, для российской элиты и политической, в том числе, было всегда. Мы другие, да? Мы участвуем в европейской системе на правах значимого другого. Мы не можем, так сказать, продуцировать украинское восприятие периферии европейской. Нет, ну понятно. Я, условно говоря, восточно-европейское восприятие. То есть, Россия никогда не станет еще одной нацией Восточной Европы, которая... Ну, она может стать, в результате, катастрофических событий, одной из наций Восточной Европы. Но пока, так сказать, мы не знаем, может, катастрофа неизбежна. Но пока до этого еще мы не дошли. Но она уходит в имперское сознание, вот этот комплекс неполноценности, он уходит либо в империю, либо в такую великодержавную спесь и претензии на особый статус в мире, на особую роль, на особый авторитет. Ну, то есть, да, в завершении этой части программы, мне кажется, диагноз достаточно очевиден – имперский и постимперский рессентимент, жертвой которого, да, становятся отношения России и Европы. Продолжим после небольшой паузы. Программа «Археология» обсуждаем сегодня, почему россияне перестали чувствовать себя европейцами, почему большинство населения, две трети, не считает Россию европейской страной. Об этом рассуждает политолог Станислав Бышок в разговоре с Антоном Сергеенко. Русская культура является эталонной европейской культуры. И на самом деле всегда, и исторически, и на современном этапе Россия и русские каким-то образом сравнивали себя с Европой, с Западом. То есть, даже говоря о каком-то партнерстве с Китаем, с Индией, с другими неевропейскими державами, все равно скорее старались каким-то образом следовать тем или иным трендам, которые шли с Запада, даже не всегда называя себя Западом или даже не всегда называя себя Европой. В этом смысле нужно сказать, что такая двойственная история в восприятии даже официальной России себя, либо Европой, либо не Европой, но достаточно даже взглянуть на документы. Вот в 2013 году была принята концепция внешней политики Российской Федерации, где было написано, помимо прочего, что Россия является неотъемлемой частью европейской цивилизации. А вот через три года, в 2016 году, немножко более измененный вариант этой концепции был принят, там же этот абзац был убран. Вот вам, пожалуйста, то есть когда есть какие-то тенденции к улучшению отношений с Европой, к Западной Европой, с Европейским Союзом, тогда как-то еще говорится о европейскости России. Когда начинаются сложности политического характера, то тут же, как бы сказать, начинается разговор про особую цивилизацию, про особый путь и про неевропейскость или какую-то другую европейскость, отличную от той, которая существует в рамках Европейского Союза. Я думаю, что есть несколько факторов, ну, два, которые лежат на поверхности. Первый фактор — это резкое обострение, во всяком случае, на уровне риторики, отношений с коллективным Западом и, в частности, с Европейским Союзом. А если у нас есть такие большие противоречия с Европой, то, наверное, мы не Европа, потому что если бы мы были Европой, вот исходя из некого представления, то тогда мы бы с Европейским Союзом так или иначе находили бы общий язык, даже не будучи частью вот этой большой организации. Этот момент такой лежит на поверхности. И второй момент тоже важный, мне кажется, это то, что часть из... или значительную часть того, что называются европейскими ценностями, то есть права человека, свода слова и так далее, сейчас уже считаются, в том числе в России, в том числе молодежью, настолько общепринятыми и настолько самоочевидными, что они уже не приписываются непосредственно Европе. То есть да, мы тоже хотим, чтобы у нас были права человека, мы тоже хотим свободные выборы, мы тоже хотим все то, что называется европейскими ценностями, но мы просто не называем это европейскими ценностями, мы называем это нашими ценностями или ценностями вообще общечеловеческими, общегуманистическими, если угодно. То есть у нас есть вот такое вот уже расхождение между универсальностью этих ценностей и приписыванием или не приписыванием их конкретно Европе как части земного шара или как Европейскому Союзу. Политолог Станислав Бышок в разговоре с Антоном Сергеенко. Тогда что же в Европе остается в результате, если действительно демократия, права человека, выборы это уже такие общечеловеческие, не обязательно европейские ценности. А в результате пропаганда говорит, что Европа вот, это гей-браки, это волны исламистов, которые сейчас все на мечети понастроят. Я пытаюсь понять вот это антиевропейское чувство, в том числе молодежи, которая, видимо, все-таки подвержена пропаганде. Я просто могу сказать, что не укладывается в голове, действительно, молодые, 18, 24, 25, 30 лет. Это не мегаполисы, это молодежь не мегаполисы. Я бы не сказал, что молодежью признаны такие ценности, права человека, демократии, как ценности. Это слова. А реально, ну, как мотивы действия, как мотивы существования, они не существуют. Так что отталкивает? Вот то, что телевидение говорит? То, что телевидение, то, что общий контекст, то, что вот эта наученная беспомощность и зависимость от власти, она лишает смысла эти представления. Потому что никто, за исключением очень тонкого слоя мегаполиса, молодежи, в принципе, не готов ни участвовать в политической борьбе или в общественной деятельности, ни отстаивать эти права, эти ценности, как реальные мотивы своего существования, своего действия. Поэтому это слова. И в списке обычных ценностей... Ну, понятно, что позитивные, нет. Меня интересует негативные. Что вот люди живут с представлением о кризисе Европы, что сейчас Европу переживаются. И это тоже, это навязанное представление, что Россия утратила свои христианские корни. Европа. Европа, прошу прощения. Да. Что она разлагается и что там... Вот это вот интересно, да, Александр, поговорить? Как-то регулярно в России возникает вот этот дискурс кризиса Европы, как вы говорите, с Карагановым. И, так сказать, каждые несколько десятилетий поднимается эта тема, и вот он, закат Европы, уже красиво догорает, которое столетие. Да, просто тут, наверное, не нужно сводить это все к одному набору факторов. Потому что в каждом конкретном всплеске подобного дискурса мы можем усматривать какие-то разные наборы факторов. Потому что, ну, сейчас, во-первых, действительно, мы можем констатировать некую кризисность европейского социума, да. Насколько это можно описать словами гниения, это, понятно, смешно все, да. Но, тем не менее, некая кризисность есть, и если ее расписать хорошо, значит, в течение многих лет со всех экранов, да, и все это кинуть в общество, безусловно, живущее в некой более изначально патриархальной ситуации, да. Русский социум, российский более патриархальный, за исключением мегаполисов. Не говоря о том, что сейчас мы, я не склонен был считать, что мы уже на пике вот этого, как бы сказать, антимодернистского ответа. Скорее, мне кажется, мы этот пик прошли где-то в 12-16 годах, но мне сложно судить. То есть вы считаете, мы уже откатываемся? В каком-то смысле маккартизм посещает любые общества на определенной стадии его развития. И тут мы не будем спекулировать, тем откатываемся мы уже от него или не откатываемся, но факт тот, что сейчас мы присутствуем и при ситуации, когда Европа демонстрирует некие новые социокультурные практики, и это все ложится на нашу конкретную почву авторитарной модели с федеральными каналами, которые работают в определенную сторону, на объективно сложившуюся реальность относительно недомодернизированного в большинстве своем общества, плюс, значит, вот этот вот маккартизмский, как бы квази-маккартизмский пик, связанный с тем, что общество просто находится еще в дополнительной фрустрации антимодернистской, которая бы, может быть, в других случаях была бы меньше. И это все совпало. Это все совпало, и если это еще наложить на геополитическую реальность, то вот она и картинка. Вот она и картинка. Насколько объективен и серьезен нынешний кризис Европы, если абстрагироваться от российских рассуждений о нем? Я думаю, что это просто фаза развития. Это фаза развития, кризисная фаза развития. Любое развитие проходит через определенный кризис. Это действительно некая исчерпанность либеральной или частичная исчерпанность либеральной модели. Да, это правда. Но речь не идет о самом кризисе европейского проекта, каким мы его знали последние 70 лет. Нет, это просто новая интерпретация каких-то ключевых понятий, ключевых ценностей. Надо просто различать кризис ЕС как институциональной модели и кризис дискурсивный, который, конечно, дальше и глубже. Да, да. Неких базовых ценностей еще в современных 18 веках. Либерализм не детища ЕС. Ну хорошо, насколько это, так сказать, близка вот эта российская консервативная утопия о том, что вот сейчас-то Европа уже окончательно снова войдет в мир национальных государств, а тут-то как раз рядом стоит на готове такая Россия со своим оффером геополитики, больших игр. Нет, конечно, эта консервативная утопия вообще не сформирована. Это некие обрывки слов иногда довольно интересных людей. Тут нет комплексной модели какой-то, которую мы могли бы предложить Урбе и Торбе. Это не немецкий консерватизм 30-х годов совсем. Понимаете? И поэтому здесь сама эта модель страдает именно пороками нашего ресентимента. Мы просто нервически выкрикиваем умные слова. По определенной идеологической ориентации. Я считаю, что если смотреть на это рационально и системно, конечно, возврат к тому национальному государству, которое было когда-то, с которого все начиналось в 19-м, начале 20-го века в Европе, сложно это представить, хотя ЕС тоже не вечная конструкция. Если с ним может что-то случиться, но и сейчас. Не при жизни нашей системы в той фазе, в которой она сейчас находится. А Брекзит, кстати, укрепит ЕС? О, это отдельный, конечно, очень хороший вопрос. Это мы уйдем в другую тему. Но на самом деле считается, что скорее да. Вот если суммировать на сегодняшний день, говорили же разное, да? Скорее да. Это и эффект поучительный для многих очень, да? И освобождение от некого троянского коня, да? То есть много нюансов, но... По крайней мере, это не тот кризис, который решил судьбу ЕС. Реконструируя российский антиевропеизм, окей, ладно, с Брекзитом сейчас не будем. Проехали. А вот, скажем, мигрантское, да? Насколько антимигрантские настроения, они такой трансгрессируют в антиевропейские? Страх перед... В России? Да, в России. Они довольно серьезны, но дело не в антимигрантских настроениях или там переносе вот этих страхов, связанных с вторжением чужих в нашу культуру, в нашу жизнь. Проблема в том, что в России исчезло представление о будущем. Дискредитация Запада, дискредитация Европы, она устранила направленность, ориентированность сознания. Вектор, да. Вектор. И в результате от этого начинается такое рассыпание составляющих. Попытка через чисто консервативную систему власти, централизованную, авторитарную, удержать только на антиевропейском рессентименте, она не очень получается. Поэтому у молодежи что? Молодежь хочет потребление, хочет жить так, как на Западе. Ничего для этого не делаю, потому что и в каком-то смысле достижение перестройки и отказа от коммунизма достались ей даром. Потребление, коммуникация, развлечение, все пришло даром. И это воспринимается естественно. За это не надо ни бороться, ни чем-то платить. И вот это вот потребительские установки, а только ими сейчас определяется сознание молодежи, оно резко примитивизирует сознание. Исчезли высокие запросы. И верхний этаж пирамиды Маслова, он у нас усечен. Совершенно точный. У нас трапеза вместо пирамиды. Что все-таки отсутствие идеи будущего связано еще и с тем, что людям не дают своими руками участвовать в строительстве этого будущего. Понимаете, в конце концов не обязательно. Сначала нужно сделать национальную идею, а потом сказать, ребята, давайте вперед, мы строим этот идеал. Потому что создается институциональная база какая-то для того, чтобы люди, каждый на своем месте, в меру своих умений и мыслей. Потому что вообще у всех могут быть разные представления о будущем. Но при этом они могут работать, они могут самореализовываться. Когда здесь на протяжении довольно длительного времени механизмы самореализации, социальные лифты затыкаются, это уже, как бы сказать, сказывается и на том, что человек просто замокается на своем маленьком уровне пирамиды Маслова. Это к вопросу о выученной беспомощности, безусловно. У него просто не остается выбора. У него просто не остается выбора. И это такая действительно ситуация цивилизационного тупика. Очень тяжелая, как сказал бы Ефремов в свое время. Когда эта ситуация, конечно, будет преодолена, но как и какой ценой, ну вот это вопрос очень тяжелый. Ну я вот не уверен, что она будет преодолена. Все кончается. Мне кажется, это будет... Кончается все. Смотря какой период возьмем. Мне кажется, это хроническое состояние. Оно будет длиться довольно долго. По крайней мере, два поколения мы на это обречены. Я не вижу никаких возникновений новых идей. Два постсоветских поколения? Два, отсчитывая от сегодняшнего. А, от сегодняшнего. У нас нет такого времени. У нас нет такого времени. Как у схемы политической у нас нет такого времени. Куда население дедится? Ну даже если сменится режим. Инерционность культуры, массовое сознание, она чрезвычайно велика. Но вообще, действительно, удивляет повторяемость российских дискурсов о Европе из века в век. Вот как, собственно, даже уже и с 18 века, да, с Петровского, и, естественно, то, что уже говорили, и Николаевское время. Вот это вот воспроизводится, штампуется, штампуется, и мы как бы остаемся на том же самом месте, вот в этом предбаннике. На самом деле, то гордясь, то гордясь, то завидуя. Мы не остаемся на том же месте. На самом деле, это важный момент. Потому что мы потихонечку осыпаемся, как империя. Это так. И, с одной стороны, это, как бы, может быть, печально. Достигнув некоторого пика. Достигнув некоторого пика. После этого пика мы, хотя, на самом деле, мы достигли пика, условно, в 960-х, уже к этому времени, начав осыпание. С точки зрения строительства национального государства, мы осыпаемся с революцией. От нас откусываются кусочки, отваливаются. И в этом смысле, как раз те дискуссии, которые идут сейчас, и шли, пока, так сказать, это возможно было, да, относительно того, что есть русская нация, что есть российская нация. Там, в частности, история с Донбассом, с русским миром, как один из вводов этой русской национальной идеи. Их потом просто прибили, по понятным причинам. Но это как раз показывает то, что общество пытается разрешить для себя очевидный вопрос, что оно собой представляет, на что оно имеет право, и какую музыку оно имеет право заказывать от тех, кто им управляет. Да, поскольку, в общем, любой национализм, так или иначе, это, так сказать, контракт известного рода. Здесь контракта не допускают сделать. Да, и в этом смысле это не хождение по кругу, это может быть хождение по спирали, причем, в общем, может даже не сходящее. В известном смысле не сходящее. Не сходящее, как раз. Да, это, наверное, неизбежная историческая тенденция, да, потому что рано или поздно империя кончается. Да, мы просто сейчас находимся в этой фрустрирующей стадии постимперского комплекса, да, но это не вечно, это не на два поля. Ну да, так или иначе, так или иначе, это закончится, как заканчивается империя, так заканчивается и постимперский рессентимент. А о том, что останется в нынешней фазе российско-европейских институтов, мы поговорим после паузы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о прощании с Европой, если это так можно назвать, о том, как россияне, согласно опросам общественного мнения, все меньше чувствуют себя европейцами, страну все менее чувствуют европейской. Об этом рассуждает Иван Преображенский, эксперт по Центральной и Восточной Европе, в разговоре с Антоном Сергеенко. Сергей Лавров, когда говорит о том, что отношений, по сути дела, нет, недалек от истины. Приблизительно то же самое, только более дипломатично говорят, собственно, и еврочиновники. У нас сейчас, по сути дела, сложилась ситуация, при которой нет сфер для сотрудничества, остается только экономика. Никаких других, собственно, уровней сотрудничества нет. Этого недостаточно. По экономике Россия с той же Бразилией сотрудничает. Но я бы сказал, что с точки зрения лексики холодной войны, это вполне себе холодная война. Может быть, лайт. Уже не партнерство. Я думаю, что визит Джазеппо Борреля сам по себе, когда начинался, уже был полным провалом. Причем по нескольку причинам. Во-первых, я думаю, что в Москве сознательно готовились к тому, чтобы превратить этот визит в провал. Понимая, что одна из целей, например, это общение с Алексеем Навальным, которого не могло быть с точки зрения Кремля. Кроме того, в Кремле прекрасно знали, что Европейский Союз обсуждает новую стратегию взаимоотношений с Кремлем. И по новой, скажем так, традиции, которая особенно закрепилась в период взаимоотношений с США, периода Дональда Трампа, Москва просто начала поднимать ставки и демонстрировать свою жесткость еще до начала серьезной фазы переговоров. Чтобы потом, возможно, иметь, скажем так, пространство для маневра. В реальности никакого пространства не было, потому что и Боррель ехал в Москву, прекрасно понимая, я думаю, что ничего он там не добьется. Но надо понимать, что Евросоюз – это сложное надгосударственное образование, в котором решения принимаются, по сути дела, консенсусом. Все. И для того, чтобы убедить членов Европейского Союза в том, что политику в отношении России надо менять, необходим был этот провальный визит. Просто без него нельзя было обойтись. Теперь всем стало видно, как в реальности строятся отношения между Россией и Европейским Союзом. Иван Преображенский, эксперт по Центральной Восточной Европе, в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу из Праги Александр Морозов, политолог. Саша, добрый день. Рад снова приветствовать в нашей студии. Добрый день. Да, но вот такой вопрос мы обсуждаем как бы с российской стороны, как видится кризис отношений с Европой и то, что россияне перестали считать себя европейцами в совершенно, так сказать, подавляющих цифрах. А как это видится с европейской стороны? Россия уже не считается европейской стороной? Можно ориентироваться на фразу, которую Вольфганг Ишингер, известный немецкий дипломат и глава Мюнхенской конференции по безопасности, еще в 2018 году сказал на самой конференции в феврале. Он сказал тогда, что концепция Европы от Лиссабона до Владивостока, по всей видимости, кончилась. На которую, в общем, долго ориентировались. То есть, в этом смысле слова, да, в политическом отношении Россия перестала быть в Европе. Во всяком случае, она перестала быть, ну, как бы сказать, в таком проектном смысле, в смысле возможного будущего окончательного, вот, постройки этого пространства от Владивостока до Лиссабона. Что касается бытового, обыденного уровня, то, на мой взгляд, никакого абсолютного изменения не происходит. Потому что то студенчество, которое приезжает из России, оно, как все студенчество Восточной Европы, находится примерно в одном состоянии. И оно, конечно, очень легко интегрируется в европейскую жизнь, да, в общем, без шва практически входит в нее. И поэтому я бы сказал, что с такой бытовой стороны никакого разрыва нет. Или какой-то новизны такой, во всяком случае, по сравнению с тем, что было, скажем, 10 лет назад. Я хочу подчеркнуть, что, знаешь, всегда мы помним хорошо, что на бытовом уровне всегда были такие, ну, знаешь, туристические впечатления, что называется в кавычках. Или, скажем, русские из провинции особенно, так сказать, такие гопнического плана приезжали там куда-то в Европу на отдых, шумели, галдели, производили негативные впечатления. Но при этом, конечно, это же как бы не все так делали, а только такие бросающиеся в глаза эпизоды. А в целом люди приезжали, отдыхали, жили и так далее. Вот, это одна сторона. Вторая сторона, что наоборот, у самих русских, которые, значит, приезжали, понимаешь, надо сказать следующее все-таки, что вот эта негативная идентичность, она ведь очень такой непростой характер у россиян носит. Она носит даже не столько политический или общественный характер, а скорее вот то, что изображал в свое время сатирик Задорнов, да? То есть такое бытовое насмешливое пренебрежение вообще ко всему, не только там к европейцам, а ко всему подряд, что не мы. Ну, это такой модус, знаешь, языковой, речевой модус такой. Он, в общем, очень широко распространен, такое балагурство. Но при этом надо сказать, что, конечно, Европа оставалась весь этот период чрезвычайно привлекательной для россиян, конечно, в очень многих отношениях. Вот так можно сказать. Насколько Евросоюз готов к серьезным действиям по санкциям против России, по изоляции России? Или это самому руководству ЕС невыгодно, то есть держать в таком полузамороженном состоянии? Знаешь, если коротко сформулировать, то нужно так сказать, что Евросоюз не хочет, не хотел, никогда не хотел никакого конфликта на Востоке. И он не хочет его и сейчас. Но ситуация сделалась, в некотором смысле слова, безвыходной. Потому что не реагировать дальше, уже после Навального, ну, как хорошо это видно, Германия уже не может. Это большая, на самом деле, трагедия. Потому что все хорошо понимают, и в Европе, и в России, и во всем мире, что Германия – это последняя страна, которая может конфликтовать, политически конфликтовать с кем-либо на Востоке Европы, в том числе даже, ну, и в том числе и с Кремлем. Известным причинам. Но, тем не менее, вот ход событий к этому подталкивает. И Германия, и Германии тоже придется занимать позицию в отношении путинской политики, которая носит, конечно, вот вызывающий характер. То есть направлена буквально на конфликт, на то, чтобы вызвать ответные действия Германии. Понятно. Ну, что можно сказать? Да, да, конфликт в этом смысле слова неизбежен. Хорошо, спасибо. У нас на связи был Саша Морозов, Александр Морозов, эксперт-политолог из Праги. Возвращаемся к нам, к нашим гостям. Вот действительно, что ждет в ближайшее время, исходя из того, что мы сказали, и настроение общественное, и как бы институциональную некую невозможность отношения России и Евросоюза? Новый раунд санкций? Ну, сейчас, собственно, мячик на стороне Евросоюза, да, и сама формулировка Лаврова, что Евросоюз разрушил, это очень важный, это, так сказать, нюанс, да, залог тут важный, да, пассивный или действительный. Это Евросоюз разрушил отношения с точки зрения Лаврова, или, по крайней мере, так он их подает, России тут ни при чем. И, следственно, Россия, как бы, со своей стороны дополнительно обострять отношения именно напрямую касающийся формата отношений с ЕС, она сейчас и не будет, в общем, не может особенно, да, тут ресурс не так много. Санкционный раунд, следовательно, это ход Европейского Союза, насколько этот ход будет весом и последует ли он вообще, тут два, по меньшей мере, два, наверное, три факта. Во-первых, что будет делать Россия не в контексте отношений строго с ЕС, потому что может сложиться ситуация, что некий шаг России приведет к вынужденному санкционному шагу со стороны ЕС, даже если ЕС сейчас не слишком хочет его делать. Это первый момент. То есть, позиция России, да, действия России важны. Второе, это действия штатов. Безусловно, поскольку штаты очень важный игрок, и они будут сейчас запускать свою систему санкций, более широкую, более существенную в отношении России. Если они сочтут, что ЕС должен участвовать более активно в этих санкциях, европейцам придется участвовать. Это второй момент. И третий момент, если мы говорим про Германию, действительно, Германия важный актор, там осенью выборы. И там, судя по сегодняшним оценкам, могут прийти к власти, скажем, зеленые с либералами. И это, безусловно, увеличит шанс того, что Германия выступит за санкции. Поэтому в этом смысле, как бы, мы ждем, что будет дальше. И даже остановит Северный поток? Ну, Северный поток, он уже, собственно, остановлен. Да, понятно, что его могут даже в каком-то одномоментном потеплении российско-европейских отношений внезапно достроить. Но это ничего не значит на среднесрочную перспективу. Потом остановят снова. Поэтому это всегда, это как турецкий поток. Мы построили турецкий поток, но от турок зависит, будем пользоваться выгодами от него или нет. Северный поток тоже самое, Рома. А относительно, скажем, Совета Европы, ПАСИ, то, что вот россияне, насколько это важно для, вы как-то замеряли? Да. То, что могут люди, не достигнув справедливости в России, все-таки апеллировать к Европе? Нет, ну, суд по правам человека в Страсбурге, это идеализированное представление, а последнее представление... Какая-то небесный суд. Да, небесная гага. Это абсолютно точно. Да, это много раз мы проверяли. Небесный Страсбург для граждан, небесная гага для руководителей. Но в целом люди крайне слабо себе представляют устройство Евросоюза, чем заняты те или иные его органы и подразделения и прочее. Отношение к нему вполне позитивное. И, как ни странно, я вообще ожидаю в скором времени роста проевропейских настроений. По причинам чисто внутрироссийским. Чем хуже здесь ситуация, тем... Может быть, запрос на... Хотя бы на справедливость. На справедливость, на решение каких-то проблем, на недовольство руководством. Усталости от постоянного нагнетания вот этого милитаристского психоза. Такой мобилизации страха перед войной. Потому что она была очень серьезной в 15-16 году. Хотя как бы не артикулировалась. Но разлитый страх очень серьезный был. Поэтому, как реакция на это, я жду некоторого такого движения в сторону Европы. Но это настроение массовое. Да, как это будет в институтах. Как это в институтах. А в институтах, Александр, насколько по-прежнему вероятно в будущем исключение России из Совета Европы? Ну, понятно, что мы сейчас стоим к этому довольно близко. Да. Конечно. Потому что, в общем-то, мы не соблюдаем устав. Да. И не соблюдаем не только решение ЕСПЧ, но и решение комитета министров Совета Европы. В этом смысле, как бы, тут может быть общее желание вытолкнуть Россию из Совета Европы. И в Москве наверху не слишком понимают, зачем это нужно. Это понимают в среднем звене, но не понимают в высшем. Это такая белорусизация фактически окончательная. Может быть, даже с возвращением смертной казни. Ну, безусловно. Но люди редко понимают, кто станет бенефициаром их решений. Да, они могут на это пойти. Это будет очень смешно. Силовая корпорация, я думаю, они очень сильно это лоббируют. Им это связывает руки. На самом деле, это автоматически одно, так сказать, с другого не вытекает. Да. Но понятно, что сейчас, в случае, если с решениями Совета Европы, и вообще с Советами Европы будет очередной некий раунд обострения, мы, в принципе, находимся в острой фазе, да, можно предположить, что будет одномоментно принято решение, что одно его. Тем более, что, в общем-то, Россия кормит Совет Европы. И мы можем хотеть так наказать Советы Европы за то, что они нас не любят. А больше ничего не остается, да? Вся институциональная структура, вся осталась в 90-х. Ну, давайте не будем путать. Есть Совет Европы, есть ЕС. Есть ЕС. Не это имею в виду в большом смысле между Россией и как бы институциональной Европой. Все эти общие пространства. Ну, есть еще ОБСЕ, о котором уже все забыли. ОБСЕ вообще успешно все забыли. Да. Но как бы там это такие спящие институты, да, в которых сейчас ничего не происходит. Ну, в общем, тем более, что как бы нас они не очень устраивают, эти институты ОБСЕ. В этом смысле мы маргинализованы в тех институтах, в которых мы есть, ОБСЕ и Советы Европы. И жестко конфликтуем или, по крайней мере, находимся в состоянии холодной войны с теми организаций, в которых нас нет. Это Европейский Союз. И что тогда Москва за двусторонние форматы? Это то, чего хотела бы кремлевская дипломатия? Или там вот минская группа? Так это формулируется. Так это формулируется. На самом деле, это тоже не слишком, как бы сказать, стратегически выверенное решение. Это решение пардепи абсолютно. За неимением лучшего, значит, за неимением герба и пишут на простой. А готовы на такой радикальный разрыв? Нет, безусловно, нет. Потому что мы должны правильно столковать, что означает разрыв отношений с ЕС. Разрыв отношений с ЕС означает, скажем, аннулирование, денонсацию соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которые до сих пор действуют. Соглашение о научном образовательном сотрудничестве. Стало быть, все образовательные нарушатся. За 30 лет столько наработано, это гигантские корзины. Нет, надо понимать, что соглашение о партнерстве и сотрудничестве обеспечивает комфортный режим торговли. Мы говорим о том, что у нас остается торговля. У нас не останется торговля. Или, по крайней мере, она будет идти по тем тарифам, которые нас не интересуют. То есть это будет, в общем-то, разрыв не меньше, чем Брекзит. Я уж не говорю о том, что, хотя, казалось бы, да, у нас вроде все заморожено, но у нас есть секторальные диалоги. И они сохраняют сотрудничество в сфере, скажем, борьбы с наркотрафиком. Оно как было, так и есть. Понятно. Но в любом случае очевидно, что для России потери в случае окончательного разрыва с Евросоюзом будут не меньше, чем для Британии сейчас с Брекзитом, если не больше. И в целом, подытоживая этот разговор, я хочу сказать, что мы стоим, возвращаемся к тем же самым дилеммам, которые стояли перед Россией каждый век. И каждый раз одно и то же, рассуждая о Европе, мы рассуждаем прежде всего о себе. Европа – это зеркало, в которое смотрится Россия. И когда мы говорим о грезисе Европы, и когда мы говорим о каких-то проблемах, то прежде всего мы говорим о собственных дефицитах, собственных проблемах. И как бы географию не отменить. Россия остается ближайшим соседом Европы, и в перспективе, я в это твердо верю, европейской страной. Это была программа «Археология». В гостях у нас были Лев Гудков, Александр Товдой-Бурмуля. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».